Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Татьяна Демчук, Международный Клуб Трейдеров Картель, и я рада приветствовать вас на Картель ТВ. Сегодня среда, 20 мая, и я предлагаю вашему вниманию обзор основных валютных пар рынка Форекс. Традиционно начнем наш обзор с просмотра событий экономического календаря. Итак, в первой половине дня в европейскую сессию нас ожидают следующие важные события. В 11.30 московского времени по Великобритании выйдет целый ряд важной информации, а именно число голосов за снижение ставки Банка Англии, число голосов за повышение, а также число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии. Также в это время будет опубликовано протокол Форекс. Я прошу вас учесть данную информацию при определении точек входа и выхода в рынок, а также при определении уровня стоп-лосса и текст профита для ваших сделок. Приступим к обзору об основных валютных пар рынка Форекс. Итак, пара евро-доллар нам демонстрирует продолжительный нисходящий тренд, однако в последние недели мы наблюдали достаточно глубокую коррекцию, однако в последнее время нисходящее движение возобновилось и в данный момент пара торгуется на уровне 1.1145. Если мы отдалим график на неделе и натянем сетку Фибоначчи на наше все нисходящее движение, то увидим, что коррекция отработала уровень 23.6 по Фибоначчи, сейчас пара отбивается из зоны от верхнего уровня проторговки и фактически продолжаются нисходящие движения. Если паре удастся закрепиться ниже уровня 23.6 по Фибоначчи, а именно в районе 1.1280, то я считаю, что наше нисходящее движение продолжится и из этого района я бы искала продажи по данной валютной паре. Пара фунт-доллар также нам после продолжительного нисходящего движения демонстрирует коррекцию восходящим движением и в данный момент пара торгуется в районе 1.5512. Однако, если мы натянем сетку Фибоначчи на наше нисходящее движение, то увидим, что пара откорректировалась практически до 50 уровня по Фибоначчи и также отбилась от верхнего, от уровня 1.5785, а именно от верхней границы вот этого флета, как я и говорила в прошлом своем обзоре и можно было хорошо продать от этого уровня данную валютную пару. Если нам удастся закрепиться ниже уровня 38.2 по Фибоначчи, а мы сейчас как раз находимся в этой зоне, то вполне возможно продолжение нисходящего движения по данной валютной паре и из этой зоны можно будет также искать продажи с первой целью 1.5257. Пара доллар-гена все также находится в продолжительном флете, в накопительном движении после продолжительного восходящего тренда. И в данный момент мы находимся у верхней границы такого последнего узкого ценового коридора между уровнями 119.0-120.66. Если пара закрепится под этим уровнем 120.66, то можно будет краткосрочно продать в направлении цели 119.118.22. Если же пара пробьет данный уровень 120.66 и закрепится выше него, то стоит понаблюдать более внимательно за данной парой. Вполне возможно, что продолжится все-таки восходящее движение и мы выйдем на север из данного накопительного флета. Пара новозеландский доллар-американский доллар также у нас находится во флетовом движении, однако диапазон его достаточно широк от уровня 0.76.13 до 0.73.13. В данный момент пара подошла к нижней границе данного флетового движения и если нам удастся закрепиться под этим уровнем 0.73.13, то вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится и можно будет продать данную валютную пару с целью 0.7185. Если мы натянем цветку фибоначчи на все восходящее движение, то увидим, что пара находится между 23 и 0 уровнем и вполне вероятно, что мы продолжаем все-таки нисходящее движение, поскольку несколькими неделями ранее мы отбились из зоны 38.2 по фибоначчи. Пара австралийский доллар и американский доллар нам демонстрируют коррекцию после продолжительного нисходящего тренда. В данный момент пара торгуется в районе 0.7918. Мы попытались войти в зону флета вот этого накопительного коррекции такого в зону между уровнями 0.8035 и 0.8216. Отбились от этой зоны и возобновили нисходящий тренд. Если мы натянем цветку фибоначчи на все наши нисходящее движение, то увидим, что пара отбилась из зоны уровня 38.2 по фибоначчи. И в данный момент находится ниже 23.6 по фибоначчи. Поэтому, если нам удастся закрепиться под этим уровнем, то с текущих цен вполне можно было бы продать данную валютную пару с первой целью 0.7844 и с последующим движением к 0.7740. На этом у меня все. Я вам желаю удачных сделок, больших профитов. Подписывайтесь на наш канал по ссылке, который вы видите на экране. Ищите на соцсетях по ссылкам, которые размещены под этим видео. до встречи на канале Картель ТВ по средам. Удачи!